Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», 27 том, вопрос 3928. «Когда мы отдаем деньги, заказывая молебли для умерших, то не есть ли это католическая индульгенция?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Католикам обещано что-то, и они, успокоенные, могут далее не переживать. У православных же дело обстоит намного хуже. «Никакой гарантии священник не дает, когда принимает заказ на болезнь». «У него все в дыму и во мраке». Кавычки открываются. 9 августа сего года средства массовой информации распространили папский декрет, которым предлагается для сотен тысяч молодых людей Европы, посетивших 20-й Всемирный День Молодежи, папская индульгенция. Каждый, кто осуществит исповедь, примет участие в Евхаристии и помолится о Дне Молодежи, обладатель католической индульгенции. В 21 веке, как и в средние века, индульгенция дарует прощение греков, а не Иисус Христос, не нуждающийся в посредниках, чтобы принимать всякого грешника, нуждающегося в воспасении. Предлагаем вашему вниманию выдержку из исторической книги «И камни вы запьют» об индульгенции. Кавычки закрыты. Но одной инквизиции дьяволу было мало. Нужен был сложный механизм, который бы позволил лишить людей надежды на прощение и спасение. Но поскольку Библия утверждала, что для прощения, а значит и спасения, достаточно покаяться и попросить в личной молитве Христа простить грехи и дать силу больше их не совершать, нужно было включить между человеком и Христом посредника в лице священника, без которого доступ к Богу якобы невозможен. Отныне было объявлено, что без участия посредника человек лишен непосредственной связи со своим спасителем. Свою функцию этот посредник осуществлял с помощью двух рычагов – индульгенции и исповеди перед священником. Рассмотрим мы их подробнее. Слово «индульгенция» происходит от латитского «индулгентия» – «милость». Индульгенция представляет собой папскую грамоту, свидетельство об отпущении грехов, как прошлых, так и настоящих и будущих. Выдаваемую за деньги или за особые заслуги перед католической церковью. Богословие обосновывает индульгенцию тем, что католическая церковь обладает якобы неким запасом добрых дел, совершенных Христом, Девой Марией и святыми, которыми можно покрывать грехи людей. Индульгенции давались первоначально при наличности раскаяния, проявляющегося в добрых делах – пост, милстыня, паломчества. Право раздавать индульгенции давали епископам в аренду за ежегодный взнос. Итак, индульгенция выполняла следующие функции. Первое. Освобождало человека от грехов как прошлых, так и настоящих и будущих. Второе. Эти грехи покрывались из сокровищницы добрых дел, совершенных когда-то Христом, Девой Марией, апостолами, мучениками и которые находились якобы в распоряжении церкви. Третье. Отпущение грехов продавалось человеку за деньги. Представьте себе картину, так часто встречающуюся в средние века. Человек приходит к священнику и покупает в него индульгенцию, прощающую ему воровство или убийство, которое он замыслил. Прокомментируем теперь эти основных три положения текстами из Библии. Ной, Даниил и Иов. Не спасли бы ни сыновей, ни дочерей праведностью своею, а не спасли бы только свои души. Иезекииле 14.20 Итак, праведник своей праведностью может спасти только самого себя. Исайя 55.1 Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте без серебра и бесплаты вино и молоко. Откровение 22.17 Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Римлянам 3.24 Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Откровение 21 глава 6 по 7 стих И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот и ответ насчет спасения и прощения за деньги. Впервые индульгенции появились в 11 веке, первоначально освобождая человека от наложенного церквью какого-либо наказания. В 13 веке, купив индульгенцию, разумеется, за особую и немалую цену, человек мог вызволить из чистилища страдающую там душу своих близких, земная жизнь которых подчас вряд ли давала им право на рай. При этом богатые находились по сравнению с бедными в более выгодном положении, ибо их денег хватало, чтобы себе и близким обеспечить спасение и вечную жизнь. Неимущим же не было никакой нужды на прощение и спасение. Монахи, продавцы индульгенции, говорили, В кавычки Перевод В кавычки открываются Как только деньги в ящике извякнут, душта из чистилища выскочит В кавычки закрыты Третья ездра 15-27 Бог не избавит вас, потому что вы согрешили против Него Второзаконие 32-39 Видите ныне, что это я, я, и нет Бога кроме меня Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавится от руки моей Второе, Коринфянам 5-10 Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле Доброе или худое Стихотворение Оглашенное из Эдите В пустыне мыкаясь скиталец Бесприютный Однажды вечером увидел светлый храм Одни огни горели там, курился фимиан И пение слышалось надеждою минутной В нем оживился дух Давно уж он блуждал И сохло сердце в нем И изныло грудь с дороги Колючим тернем и терзанные ноги И дождь давно не освежал Что в долгих странствиях на сердце накипело О чем он мыслил Что любил Все странник в жаркую молитву Перелил И в храм вступил Походкую несмелый Но тут кругом раздался крик Кто этот новый гость Зачем в обитель бога Пришелец незнаемый проник Здесь места нет ему Дало его с порога И был из храма изгнан он Проклятиями как громом поражен И вот перед ним опять безрадостно и ровно Дорога стелется Уж поздно день погас А он Он все стоит у паперти церковной Чтобы на божий храм взглянуть в последний раз Не ждет он от него Пощады, непрощения К земле бессильная склонилась голова И весь дрожа под гнетом оскорбления Он слушает исполненные смущения Его клянущие слова Алексей Николаевич Опухтин 1883 год